Множество законов вступили в силу с 1 января 2020 года. Изменения коснулись пенсионеров, автомобилистов и производителей. И не только. Подборка нововведений в материале наших корреспондентов. Раньше продать квартиру с налоговыми льготами можно было через 5 лет, если жилье было куплено в 2016 году или позже. Теперь же с января вступили в силу изменения в налоговом кодексе. Поэтому продать единственное жилье без налога и декларации нужно будет владеть им минимум 3 года после покупки. С нового года можно вернуть переплату из-за ошибок налоговой в любое время. Согласно поправкам налоговый кодекс, налогоплательщик сможет подать заявление о возврате излишнеудержанных или уплаченных налогов, вне зависимости от того, когда эти налоги были уплачены. Также закон упрощает подачу документов налоговую. Теперь можно будет сделать все через МФЦ. А минимальная зарплата вырастет до 12 130 рублей. Это значит, что все работодатели в новом году, которые выплачивают работникам минимальную зарплату, должны будут повысить ее минимум на 850 рублей. Детские пособия увеличатся, а компенсационную выплату по уходу за ребенком отменят. Например, материнский капитал с нового года составит 466 617 рублей. Раньше эта сумма была на уровне 453 тысяч. Выплаты за второго или последующего ребенка вырастут на 13 591 рубль. Это будет первая индексация мат-капитала с 2016 года. Закончатся налоговые каникулы у репетиторов и нянь. Раньше некоторые категории замозанятых граждан могли легально не платить налоги, встав на учет в налоговой. Переплата по кредиту на год не сможет превышать полутора кратного размера займа. Раньше переплата по кредитам до года не могла превышать размеры займа более чем в два раза. А зарегистрировать автомобиль теперь можно прямо в автосалоне, без посещения ГИБДД. Но такая услуга будет доступна не во всех салонах, а только в тех, что будут включены в госреестр МВД. Он будет опубликован на сайте ГИБДД. Услуга будет платной, по закону, не дороже 500 рублей. Банковский роуминг отменят. Напомним, что раньше банки могли брать комиссию за переводы в другой регион. С 13 июля 2020 года переводить деньги с карты одного и того же банка в разных регионах можно будет без комиссии. Сейчас такая комиссия составляет 1% при переводе через онлайн-банк и 1,5% за перевод через отделение. Услуги ЖКХ подорожают. С 1 июля правительство России сдало распоряжение, которое утверждает максимально допустимый рост тарифов ЖКХ в регионах страны. Это значит, что каждый регион самостоятельно выбирает, насколько увеличить цены за коммунальные услуги, но не может повысить их больше положенного.